Челябинское летное училище гражданской авиации, которому Копейский суд запретил готовить курсантов, сегодня подало апелляцию. В Росавиации сообщили, что учебное заведение вовремя не озаботилось продлением лицензии. В результате для десятков молодых летчиков дорога в небо оказалась закрытой. На кону еще оказались и репутация известного Уральского вуза. Подробности у Егора Брагина. Едва научившись ходить, он понял, что хочет летать. Никита Минеев рассказывает, в детстве жил рядом с аэропортом Кольцова в Екатеринбурге. После школы поступил в Южноуральский госуниверситет на специальность летная эксплуатация летательных аппаратов. Практическую подготовку курсант Минеев проходил в Челябинском летном училище гражданской авиации. Казалось бы, все получилось, однако мечта о небе так и не сбылась. Росавиации сказали, что извините, но ваше училище обучает вас как-то неправильно. У них нет сертификата, они не имеют права этого делать. То есть нам сейчас не выдают пилотские, потому что не признает Росавиация наш налет. Всю жизнь смотрю на самолеты, они за окном летают. И вот хотел в авиацию, как-то не пускает меня туда. Новость о том, что обучение прошло впустую, прозвучала как гром среди ясного неба. Вместе с Никитой свидетельства пилотов могут не получить все его однокурсники, 32 человека. Нас обучали ЮРГУ. Главная позиция, что мы вам оказали услугу, дипломы выдали. Дальше уже не наша забота. Теперь мы еще должны три года затратить и еще затратить три миллиона рублей. Проблема возникла не из-за теоретической части в ЮРГУ, а из-за практики. В августе 2016-го у Челябинского летного училища гражданской авиации истек срок действия сертификата. Без него Росавиации запрещает обучение. Это чистая прихоть Росавиации. Собирает конкурентов с рынка. Во-первых, у нас качество и в два раза дешевле. Это придуманный факт, что нет этого сертификата. Те правила, которые Минтранс издал, они никаким образом на образовательную организацию не распространяются. Теперь летное училище судится с Росавиацией в Копейске. А расстроены родители с тем же ведомством в Екатеринбурге. На судебном процессе ЮРГУ выступает в качестве третьего лица. Свою образовательную деятельность мы ввели в соответствии с законом об образовании. У УЗА имеются лицензии и государственная аккредитация. Поскольку своих самолетов, аэродрома у нас нет, мы заключили договор с ЧЛУГА. О том, что наши студенты будут проходить там летную практику. Было несколько выпусков. Никаких претензий со стороны Росавиации не поступало. В свою очередь представители Росавиации утверждают, что действуют в рамках закона. Единственное, что воздушное ведомство теперь может предложить курсантам пройти переподготовку по сокращенной программе в лицензированных училищах. Все образование, которое теоретически частью они проходили, все в рамках закона учитывается. То есть с 2 года 10 месяцев программа может быть сокращена до полутора лет. Удивальная программа, естественно, будет предусматривать полное прохождение летной практики. Часть южноуральских курсантов уже приступили к переподготовке. Остальные, видимо, будут дожидаться решения суда, которое должно дать ответ на главный вопрос, кого можно считать квалифицированным пилотом, а кого нет. Егор Брагин, Константин Дитков и Анастасия Малышева. Вести. Южный Урал.